Улыбнись, мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Wildcraft. Как вы могли заметить, сегодня мы будем играть за орла и наконец-таки прокачаем его до 200 уровня и еще сделаем ачивку о достижении, соберем полную семью, так как у меня уже орлица достигла тоже достаточно высокого уровня для того, чтобы снести яйцо и у нас появится уже последний орленок и мы соберем полную семью, что очень круто, так здесь никого прокачивать вроде как не надо, да, вроде бы как не надо. Поэтому мы сейчас в логове ложимся спать, так, орлица у нас должна будет снести яйцо, да или нет? Да, есть, и мы сейчас вместе с ней пойдем охотиться, нужно будет 10 тысяч очков набрать, поэтому мы пойдем вдвоем, ну и пэта тоже с собой захватим, чтобы легче было бороться, вот, и все, полетели. Итак, за орлицу сейчас немножечко поиграем, потому что нужно будет активно питаться, кушать и все остальное. Так, впереди я вижу добычу, отлично, так, притормаживать немножко буду, чтобы они быстрее с ней расправились, сама я не хочу с ней бороться, рассчитываю на пэта и на семью, и нужно будет все уже, что ли? А что так быстро-то? Да бошечки-кошечки, я думала, что мы сейчас еще долго будем. Одного победила, и все, я достигла уже, ну, получается, яйцо уже вылупится, готово. Ничего себе, я не думала, что здесь столько опыта за всех дают, но, наверное, потому что у меня вайлдклаб подключен, скорее всего. У меня удвоение опыта идет по вайлдклабу. Ну, окей, отправляемся теперь домой, снова ложимся спать, так, снова ложимся спать, и сейчас у нас появится маленький орленок. Малюсенький-малюпусенький, да? Да, так, Болт, ну, прикольное имя, давайте оставим, очень смешное имя. Это будет мальчик, да, пускай будет мальчик, и дадим ему скин какой-нибудь. Давайте вот этот скин дадим, который у нас недавно выбился из сундука, неожиданно-таки, и будет он похож на папу. Да? Где он у нас? Он у нас где? Ну, где-то он у нас сидит, маленький, вот этот вообще в текстурку провалился, смотрите-ка, одна головешка только, и видна. Так, а орленок, я его не вижу, орленка, и это очень странно, если честно. Вот он, смотрите, возле дерева, его так сразу и не увидишь, он такой маленький. Божечки-кошечки, так стой, не беги. Смотрите, какой он маленький. Совсем малюпусенький. Да, пускай он остается в логове, будет маленьким, останется со всей семьей, смотрите, тут один взлетел, а второй, наоборот, зарылся. Немного странно. Хорошо, давайте, наверное, переключимся теперь снова на Оливера. Так, будем играть за него, оставим всех дома. Я думаю, что Орлица у меня тоже дома осталась, надеюсь. И мы сейчас будем Оливеру повышать уровень до двухсотого. Поэтому охотиться будем исключительно на нем. Отлично. Ну и, соответственно, в помощь взяли Пэта, потому что без Пэта нам не обойтись. Пэта нам очень сильно помогает. Так. За одного животного. А, ну Пэта сейчас долго будет его бить. Ну давайте вот так, с оглушением, наверное, будем ему помогать все-таки Пэту. Иначе у нас серия будет длиться около часа. Так. Ну давайте, в принципе, понемножечку продвигаемся. И еще по количеству животных. У меня там задача есть ежедневная и еженедельная тоже. Может быть, мы сейчас какие-нибудь задачи заодно вместе с вами выполним. Это тоже было бы здорово. Так, оглушение. Давайте не будем убегать. В принципе, жизни еще предостаточно у меня. Так, чередуем атаку и оглушение. Отлично. Можно немножечко поесть, чтобы быстрее восстановить жизнь, да? И восстановить силы. Супер. Очень нравится мне этот скин. Теперь я с удовольствием играю на орлах. И, знаете, очень нравится мне прокачивать животных на новом китайском драконе, на новом боссе. Это, наверное, самый мой любимый босс теперь. Во-первых, кучу опыта дают. Просто очень много. И очень много монет. Бесчисленное количество. Уже можно было бы открыть сундуков. Открыла я несколько тысяч сундуков. Вот. И даже получилось выбить гориллу животное, да? Как вы знаете, все благодаря нашим орлам. Все благодаря этому боссу. Так, немножечко покрушимся, потому что у меня сейчас хп-шек мало. И, возможно, я совершу ошибку. Я сейчас резко окажусь в логове. Меня просто побьют. Такс. Отлично. Так. Аккуратненько. Тякнули, да? Ага. Ну все. Давай, вся надежда на Пэта. Немножечко вот так покрушимся. Так. Мы еще 53 тысячи монет заработали. И, возможно, еще хватит немножко времени открыть сундуки на открытие сундуков. А в конце видео, если не забуду, то я всегда обещаю. И потом благополучно забываю. Так радуюсь достижению результата, что потом обо всем забываю, что обещала вам. Так. Ну все. Отлично. О, ну тут совсем чуть-чуть осталось. Давайте еще пока мы поищем. Ух ты, гепард. 185 уровня. Очень сильное животное. Поэтому, наверное, сейчас постоим. Наберем ХП. Так. Достижение-то чуть было. Не забыли мы забрать. Давайте заберем достижение. Так. Достижение, достижение. Собрать всю семью орлов. Наконец-таки мы его выполнили. 50 гемов мы забрали. Очень здорово. И тут у меня, по-моему, только по горилле остались достижения. Так. Горилла, горилла. Да. Только по горилле. И еще 3 достижения мы можем вместе с вами выполнить. И я совсем забыла, что мы можем еще, кстати, взять бустер за просмотр рекламы. Давайте вместе с вами это сейчас сделаем. Так. Все. Рекламу посмотрели. 10 минут у нас идет удвоение экспи. Поэтому уже, в принципе, достаточно много мы набрали. ХП. Нападаем на нашего гепарда. Ой, больно он так бьет. Нам очень больно. Наверное, все-таки сами его бить не будем. Иначе мы его не сможем победить. У него 5000 жизней еще. Кто уклонился? Я уклонился. Ай, божечки-корщики, как больно он бьет. Может быть, вот так попробуем. Там еще и тигр. Ничего себе. Засада. Когда взяли бустер, так сразу такие враги очень сильные появились. Так. Ну, на тигра мы тоже сейчас нападем. Сейчас посмотрим по бустеру, сколько нам дадут экспи. Мне кажется, очень много дадут сразу. Ну, вдвойне, да, получается. Мало того, что гепард. Тоже гепарды и так много опыта дают. Так еще и с бустером. Так, смотрим. Ого, ничего себе. Да, действительно очень много. Давайте его поедим. Покушаем. 8 кусочков съедим. Наберем ХП и сразу нападем на тигра. Так. Тигр нас там ждет, уже стоит. Ждет, не дождется. Ничего, ничего. Сейчас подкрепимся. Подожди, тигр. Жаль, что у нас Пэт и не едят. Ну, хотя, в принципе, у него и так максимально уже прокачка. У Пэт, а зачем ему еще кушать? Так. Тигр. Так, тяп тебя. Эй, Пэт, а он где? А, он там сзади его бьет. Его просто не видно. Видите? Да, он такой маленький, такой хорошенький. Его прям не видно. Можно глушить будет Пэт, помогать просто. Нет, больно бьет он, конечно. Так. Ну, чуть-чуть. А, еще мишки есть. Отлично. Ну, сейчас точно до 200 уровня дойдем. Так, все. Ее, ой, слушайте, все. Один остался у нас. Так, одного нужно. А тут 2 мишки, да? Ну, ладно. Хорошо. 2 так 2. Будем побеждать 2 мишки. Полетаем кругами. И бустер очень сильно помогает прокачиваться. И очень быстро прокачиваемся. Хотя, если честно, я орла прокачивала без бустеров. Я бустер использовала только на горилле, как вы знаете. Вот, а орел у меня прокачивался исключительно без бустеров. Только охотясь на боссов. Половина прокачки у меня была в Египте. И уже остальная часть прокачки у меня пошла на китайском боссе. Все, мы уже достигли 200 уровня. Это здорово. Давайте так с ним поборемся вместе с оглушением. Я думаю, что мы его сейчас быстренько добьем. Классно. Ну, все. Поздравляю себя с этим достижением наконец-то. У меня получается не прокаченное, только горилла будет. А так у меня все животные уже остались, получается, прокаченные, да? Да. Давайте в связи с этим сделаем открытие сундуков. Возможно, у нас что-нибудь выпадет интересное. Хотя, не знаю. У меня в последнее время столько всего выпадает, что я очень сильно сомневаюсь, что у меня сейчас что-нибудь выпадет. Ну, хотя, кто его знает. Проверить нужно. Реакс. О, от Вайлд Клаба скину, но, к сожалению, дубликат. От Вайлд Клаба очень мало всего выпадает. Редкость, по-моему, выше, чем легендарная идет. Вот, почти. Ну, тем более скины, скины вообще очень редко. О, мистические. Мистическая одежда. Вот эта вот новая выпала на гепарда. Вы видели, да? Борщики, кошечки. Я пролиснула. Мистическая одежда на гепарда. Не одежда, а аксессуар. Аксессуар, маска там, по-моему, была. Это вот, которая новая. Скорее всего. То, что выпала, вышла в обновлении. Еще бы одежда выпала, вообще бы классно была. Так. Ну, сейчас мы зайдем на главное меню, посмотрим, что там за масочка выпала такая. Мистическая одежда на лошадь. К сожалению, дубликат очередной. У меня такой одежды достаточно много. А, мистическая одежда на льва. Очень красивая. Ой, как мне везет на мистическую одежду в этих сундуках. Ничего себе. Наверное, потому что 200 уровень на Орле. Наверное, на нем нужно будет открывать сундуки. Так, посмотрим рекламу сейчас. Та-дам. Все, готово. Окей. Переключаемся на главное меню. Так, тут у меня уже ценные предложения пошли. Так, первое, что у нас выпало, это что-то на гепарда. Переключаемся на гепарда в коллекцию. Заходим, смотрим. Так, у нас здесь из нового. Ух ты, вот эта вот красивая маска. Кстати, она подходит на этот скин, да, к этому скину. Наверное, оставим. А как одежда у нас смотрится? Так, а это что за маски? Тоже какие-то. Я такие прям не знаю. Что-то новенькое. Так, а одежда у нас, если полный комплект? А, одежда вот. А, слушайте, класс. На новом скине тоже вообще здорово. Но, к сожалению, одежды у нас нет. Есть только маска. И какое-то действие у меня выпало. Такое, наверное, от Валд Клаба. Не знаю, какое-то действие я получила. Какое, не знаю, ну, если бы у меня гепард выглядел так, ну, это было бы очень круто. Но, к сожалению, только маска. Ну, все равно, все равно классно. Так, давайте посмотрим на льва, что за одежда. Это, наверное, к мистической... Да, да, вот такую я бы хотела, конечно. Но у меня выпала вот желтая. Это к зеленому скину, да? Ну, окей, я похожу так. Почему бы и нет? Почему бы на этот скин не примерить, да? Неплохо, мне кажется, смотрится. Да, оставим так. Ну, что ж, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Прико. И увидимся в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова